Сейчас у Игоря спросим. А, у Игоря спросим. Он все знает, ага. Игорь, мои подписчики интересуются, как насчет работы в Америке? Вот, допустим, приехали они, выиграли грин-карт. Значит, первый вариант, который легально в стране находится, и второй вариант, когда нелегальный. Если нелегально, то только большие города. Нью-Йорк. Ты вот сам из Нью-Йорка. В Америке уже сколько лет? 30 лет. 30 лет, прикиньте. Ну, человек, наверное, знает. Давай, расскажи. Наверное, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Там только по своим работать. То есть, это такая работа, которая не особо будет хорошо оплачиваться. Но она даст старт какой-то. А что значит по своим? Ну, узбеки к узбекам. Россияник, россияне, украинцы к украинцам. Или вместе вот по своим. То есть, где можно работать, может быть, как-то полулегально, нелегально. Если ты нелегально сюда приехал, ну, по визе какой-то. Работы очень много. То есть, как сказать, опять-таки, много. Ее много, но она много той, которая низкооплачиваемая. А хорошей работы ее мало, ну, как и везде. Ну, что значит низкооплачиваемая? Это как? Ну, для меня низкооплачиваемая работа, ну, 100-150 в день. В день кэшем. 100-150 в день кэшем в день долларов. Это для меня низкооплачиваемая работа. А можно прожить на эти деньги? Запас. С кем-то снимать квартиру, с кем-то что-то делить. Только так. Либо снимать комнату, если ты один приехал. Ну, одному тяжеловато, конечно. Если семья приезжает, то... То есть, она может быть пойти, там, нянечкой работая, все равно своей, там, 200 долларов заработает. Он, например, садится обычно, там, получает лайсенс какой-то, садится, там, в такси или первое время на констракшене работает, еще где-то. То есть, за год поднимешься. Но в Америке с голодом ты не сдохнешь. То есть, тебе здесь, в любом случае, найдешь способы, как... Я не буду все это рассказывать. Если что, и вылечат бесплатно. Конечно. И накормят бесплатно. Здесь все есть. И есть также шелтеры, куда можно убежать. До этого, надеюсь, не дойдет. Хотя, я вот, сколько, я 12 лет нелегально здесь пожил. 12 лет. Или 17, или 12. 12. 12 лет. Ничего себе. Ничего. Нормально выживал. Все, все нормально было. И ездил, и отдыхал, и путешествовал, и как-то на все хватало, и все нормально было. Окей. А если вот человек выиграл green card, допустим, или там по какой-то визе? Тоже самый вариант. Если здесь никого нету, ни родителей, никого нет, никто помочь не может, тоже придется с низкого старта. Если с деньгами сюда приехали, экономьте эти деньги, сильно не тратьте. И если приехал сюда дантист, например, доктором приехал, те, у кого есть хорошие специальности, нужные. Потому что эти вот именно специальности здесь нужны. Доктора, там. Лайера, адвокаты, это никому нахрен не нужно. Сейчас я там, я знаю, там лайерами, адвокатами одно время были. Но вот это здесь вообще, этот мусор не нужен здесь. Здесь нужны нормальные специалисты, профессионали. Пускай тот же самый доктор, пускай тот же самый человек, который умеет унитазы чинить. Вот, ну и вот такие сварщики, электрики, электрики немножко тяжело, потому что здесь придется пересертифицироваться. Механики, машины ремонтировать. Трак-драйверы сейчас, правда, работы у нас не очень стало много, но можно. То есть, докторам придется, опять-таки, первые два, там, три, четыре года очень тяжело. Им надо будет, опять-таки, все по-новой получать, переучиться. Ну, когда переучатся, они уже потом будут в шоколаде. Ну, в хорошем шоколаде, в хорошем смысле, это слово. Ну, да, да, они получают очень много. Вот у меня есть примеры, например, мои бывшие, там, я не помню, лет 50 приехали. То есть, сначала он приехал, за два года он ничего не сделал сам, тот жил так потихонечку. Потом жена приехала, еще там куча детей, собака, кошка, и вот им пришлось вертеться. Он закусил Уздуга, как говорится, ресертифицировал свой ластенс, вот он, там, зубной техник хороший был. Все, они переехали потом, у них и сразу зарплата была очень хорошая, так, 1020 в неделю, в неделю. Вот, то есть, опять же, как получилось, в Нью-Йорке переучились они, приехали во Флориду по новой, надо переучиться. Еще там, по-моему, 9 месяцев он учился, да, а потом уже свою клинику открыл, и сейчас, я думаю, там еще и больше получается у него. Вот, а так, первое время, конечно, на велосипеде, до метро велосипед зацепил цепочкой, им пришло, колеса нету. И вот так ездил на работу, на учебу, на работу, на учебу. Кто это не может делать, сюда лучше не суваться, здесь тунеядцы не нужны, здесь в любом случае придется работать. То есть, всех, кого сюда жены понапривозили, то в основном мужиков сюда жены свои привозят, по еврейским всяким программам, еще что-то там. А мужики сюда не хотят ехать, им там хорошо, там они там балдели, жили как с удовольствием, там можно работать, можно не работать. Тут только работать. Тут, ну, никак, аляк не получится. А как вот старые евреи живут на пособия до сих пор и никогда не работали? Уже 20-30 лет. Ну, это старые евреи, которые приезжали давно еще. Вот, у них в Манхэттене до сих пор квартиры стоят, есть, можно снять за 280, за 300 долларов. Их не снимешь, но в те времена они сняли, они до сих пор такой рент платят. Рядом человек платит 5 тысяч за апартмент, 3 тысячи за апартмент, 3 500 за апартмент в месяц. А они платят 300 долларов. Ну, те старые еще, эти программы оставались, раньше же как-то помогали. Плюс у них свое комьюнити еврейское, естественно. Они там в эти свои синагоги идут, в церкви идут, там и помогают. Если ты приезжаешь, как вот, ну, я не знаю, помощи никакого у тебя нету. Вот, я приехал, я один приехал, у меня никого не было практически. Это очень тяжело, конечно, было. Ну, я еще такой не особо общительный, чтобы куда-то ходить, у кого что-то просить. Сам потихонечку все сделаешь, все равно все сделаешь сам. А как насчет вот, говорят, что многие специально не работают, что вот пособие получать, какую-то помощь. Можно ли вот приехать и сразу, допустим, обратиться в биржу труда? Нужно ли иметь легализацию для этого? Я, честно говоря, не знаю про биржи труда вообще ничего. Мы не пользуемся тоже. Нашел работу, и нашел работу, и все, пошел работу. У меня вот эти биржи труда, обходные пути, где-то кого-то там надо, типа, ну, как-то обойти, наебать, вот это все, это не мое, да. Да-да-да. Ну, вот так вот. Биржи, какие-то пособия, это вот, это надо этих евреев и спрашивать, или кто этим занимается, мне это неинтересно. Я пошел, отработал свои деньги, получил и послал все в баню, все. Реально. Ну, да. Ну, в Нью-Йорк, если люди приедут, там, Нью-Йорк, там, или Лос-Анджелес, там свои схемы, там, они все это быстрее. Поймут, там, всему научатся на своих ошибках. Кто хочет, тот и может, то есть, здесь вообще проблем нет. Если, ну, готовься работать, готовься именно работать, первые, там, 5-6 лет, будешь пахать, так, что 5-6 лет, сколько лет у нас прошло бы все равно, работаем и много работаем. Стройка, грузчики, вот, то есть, специалисты какие-то сейчас уже новые, вот, приезжают с компьютерщиками, ну, если ты уже там на удаленке работал, так ты здесь можешь что-то работать, и здесь потихонечку найдешь работу, здесь переучишься. То есть, сейчас немножко другое, я же говорю про ту эпоху, когда была преинтернет-эра, ну, до интернета. Слушай, если вот тогда вот телефон появился в 2007 году, о чем тут можно говорить? Ну, вот мы жили в Русском районе, в Санялс. Настолько была востребована хорошая няня. Ну, нянечки сейчас очень сильно требуются, да. Ты знаешь, у меня доходило, что мне давали за час 60 долларов, лишь бы я посидела с ребенком. Это вообще невероятно. Вот у меня сейчас тоже так же это самое работает, и нормальные деньги, и людей, кто просит устроить, вот, нянечками очень хорошо. И нянечки, и для взрослых. Ночная няня поспала с ребенком, ребенку 10 лет, 100 долларов тебе в кармане. Если человек, ну, если ребенок не шумный, то вообще пришел, поспал. Ну, так я же говорю. Чуть повзрослее, например, люди уже со взрослыми сидят там, с бабушками, с дедушкой тоже нормальные семьи, они сами все делают, то есть ты просто с ними должен находиться. Сначала было тяжело, но когда у тебя уже есть авторитет, вот меня подруга попросила посидеть, понравилось, порекомендовала своей подруге еще парочку. И как поехала, как пошло, потом отбоя не было. Я хочу давать уроки, а они меня зовут сидеть с детьми. Мне урок-то выгоднее, 35-40 долларов, это не 15-20. Ты же когда сидишь там с детьми, там с пожилыми, там свои тоже, у них схемы есть, там они, вместо того, чтобы сидеть, в магазин поедут куда-нибудь с ними, потом приедут и все, потом у них целый день, что я плачу. Бывают дети золотые, бывают разные, конечно, дети. Там схем много, специалисты, компьютерчики, я говорю, еще там эти вот, так они тоже вообще в работу быстро находят. Сейчас тоже немножко тяжело, может быть, с экономикой, но ничего, прорвемся. Пока адаптируешься, знакомиться, а потом друг к другу начнутся рекомендоваться. Жора, как ты считаешь, в Америке как с работой? Можно найти? Шея есть, работа найдется. Работа всегда была. Шея есть, да? Смотри, а что ты можешь, да? Если что ты можешь, это ты и можешь. Смотри, а что ты можешь, да? Сегодня здесь играет фортепиано Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А варчик-то открывался Смотри Там еще внизу кафе есть тоже Очень красиво Дима Торзок Горячая 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 А там внизу есть кафе Таня водила, очень хороший А Таня здесь вела, пока дом доделывали, да? В этой гостинице Куда это мы попали А мы здесь не были, да? Что-то не помню Ой, какой вид Ух ты Присядемся Прям целый музей, слушай Это наконечники Каменные Не постесняюсь воспользоваться Где у нас? Это чайки на улоке здесь? Наверное Человек с собачкой Заселяется Ага Ага Что ей не понравилось? Начала нервничать Возмущаться, да? Я думала, что она погладит А я ее не получаю Бубрик прекрасный Это не тот, который загадывает Такой фил Который загадывает нежелание А насколько это здесь Зима попадает Незнание Красивый Клапс, наверное, просто Так обписали В виде крестала Я думал, он так и вырос Вау, какой бе-бе-бе Для детей раздолье Дети, собачки, уточки плавают там внизу Дети, собачки, уточки, уточки Сегодня суббота Много народу С детьми гуляют Недавно прошел дождик Поэтому все выскочили С собачками С детками Прогуляться Мы не успеем Нам полчаса ехать до этого Обещал Архитектура нам покажите Ага, вот архитектура я вижу Такой домик красивый Так, ну вот у нас Тау-тау-тау грязь где-то, да, значит, примерно Ну что, люди ходят, гуляют Такой поле, он такой европейский Фонарики вот эти, европейские Вот такие красивые Так, ну вот, гонщик Гонщик Очень много концертов Приезжают, да? Приезжают, да Аккуратненько Фестиваль джазовый был на прошлой неделе Каждую пятницу для детей дают концерт В открытом месте Там есть одно место Очень красивое В Даунтон Можно с детками прийти И их будут развлекать Там несколько часов Развлекать Паркинги везде Знаешь, везде Проблема с парком А здесь, смотри, сколько И там, и там Специально, чтобы за 2 часа ты успеешь Пройти там, посмотри Какой хороший И борода у хозяина Прям в тон А собаки всегда похожи на хозяина Да, кстати Или они подбирают собак под хозяева Или собаки там принимают в облик хозяина Я думаю, собаки принимают в облик хозяина Они как-то подстраиваются Вот кто из них ведет машину Непонятно То ли хозяин То ли собака Сейчас увидим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы приехали в русский магазин Европейский Простор И оказывается рядом Открылся украинский банк Давайте покажу вам Я не знала Вот, а Игорь говорит, что По новостям слышал Сегодня выходной Ну вот он Украинян Федерал Кредит Юнион Пожалуйста И рядом Наш престол Идем покупать подарочки Мы едем в гости к Лене Будем делать обзор И брать интервью Моя подписчица Молдавских пряничков Да, и молдавский зефир Есть зефир? Да, есть Зефир Это середина, верно О, сломи Смотри, какая красота О, а что это такое Вау Чего? Да А вон, смотри, какой хорошенький Маленький 56 долларов 57 Это утятница Да Вот этот хорошенький Детский вкус Да, да, да Да? Куплю, Лешки Пасик Детский вкус Говорит Попроси он это Пусть они его сделают Детский вкус Девочки, что это, что это? Что в подарок будем? Тортик? Ну, пойдем Тортик Веничек Нам понравились эти вот Большие А за чего это? Ну, это утятница Утку Жарить Это же какой-то казан Да, это вот, видишь Для плова Я знаю для чего Для более таких серьезных Вообще непонятно Что это, да? Ну, то же самое Только больше Не завидишь Что можно покупать В русском магазине Семочки Спроты Печень трески Хватит Всякие вкусняшки Вот тут торты есть Творожок Я сама делаю творожок Но он хороший, да Мы берем Вот нашла мед Надо будет выбрать Какой-то красивый Вкусный Таежный С орешками Варенье Любимая колбаска Радуется, как ребенок Еще одну нашу Еще одну с собой Ага Че мужчинам надо? Колбаски Мяска Нарыли Нарыли Наши лекарства Хотим взять Что-то Они дорогие Нам знакомо Да, такие вот Какая боль Спина Голова Я в основном Не знаю Секренность Вот еще есть Спасмолбон Тоже Они не спасны За ними Почему-то у американцев Не нахожу Разрыхлителя Всего Ворыхлителя Желатин Желе А у нас Должно быть Нужно найти Вот он Приправки Для гриля Шашлыка Розмарин Кардамон Перец Красный Паприка Ну надо же А Паприка Последняя Как так Может где-то Еще есть Тортик взял Поменяй Поменяй Вот этот Сухарики Три корочки Ну а это больше Рашин Тоже два пакетика Да-да-да Конечно О, молдавский Сухарики Дорами Красная Шапочка Курия Написано Рашин Рашин Молдавей Надо было писать Девочки смеются Аленка Какая-то новая Белочка Специи взяли Так все для вас же Ну Зато как вкусненько кушать Надо чтобы это С топором Был Борщ Ты дожила до 90 лет А потом тебе еще надо 180 прожить Все болеет Все тело Дряхлое И ты мучаешься Живешь еще 100 лет Я тебе новость скажу Медицина идет вперед И те кто доживет До 35 года Смогут жить До 120 лет То есть после 35 года Медицина настолько поднимется Что найдутся Лечения тех проблем Болезней Которые сейчас Трудно Мне мама сказала Что я буду жить до 150 Так я тебе говорю Дотяни до 35 И будет все У меня еще такая проблема была Я маленько проснулся Думаю Блин Что за просметка Думаю Не моложе Изобретут таблетку Вот А я никогда в этом не верил А потом она мне говорит Сентябрь 11 будет Даун-траун Ты говоришь Подальше от этого Что случится может с Нью-Йорком Я подальше подержался Там совсем нахрен разводил А я в это детстве там работал Я уехал Все разводил Ну вот теперь ждут таблетку О Лавас Дожок Все подряжь 5 Больше не дают на одни руки У вас оплата по карте будет? Красивый уголок Такие ложечки деревянные Вам тоже